Три месяца назад я сидел в подвале Управления МВД Таджикистана с мешком на голове. Спецслужбы Таджикистана и Россия похитили меня из Москвы, насильно привезли обратно в Душанбе. После того, как я привел в изгнание последние 7 лет. Подобные случаи происходят с таджикским активистом очень часто. Долгое время наш народ преследуется притеснение. Гражданская война, авторитарные правления. Начиная от репрессии Сталина в прошлом до репрессии Ему Мали Рахмуна в происходящее в настоящее время. Сегодняшний президент Таджикистана Ему Мали Рахмун пришел к власти в 1992 году насильственным путем, сооружием в руках. Его приход ознаменовался кровополитными столкновениями и массовое уничтожение мирных граждан, которые превросли в гражданские войны и продолжат 5 ужасных лет. В тот период Таджикистан потерял более 150 тысяч мирных граждан. 27 лет мою стороной управляет тиран. Президент Таджикистана использует страх и запугивание народа для удержания власти. Боязнь повторения войны заставляет людей молчать, избегать обсуждения острых тем, терпеть преступления власти. Семья Рахмуна обладает полным контролем над правительством и управляет всем сферам жизни простых таджикистских граждан. Коррупция во всех государственных структурах в Таджикистане, на всех уровнях. 80% экономики страны, захваченные члены семьи Рахмуна, используя для личного обогащения. Основной работой правоохранительных органов и службы национальной безопасности Таджикистана заключается в борьбе с оппозицией и расправе над инакомыслящими. Правозащитники, адвокаты, журналисты, гражданские активисты, оппозиционеры, все они стали для режима Рахмуна экстремистами и террористами. Против них ведется откровение основной борьбы. С 2008 года ежедневная ситуация стала хуже. С частным насилием против журналистов и тех, кто осмелся высказываться против коррупции и нарушения прав человека. Госвласт ввел большое количество ограничений, свободы слова. На средствах массовой информации оказываются все возрастающие давления. сегодня для режима Рахмуна является нормальной практикой использовать средства массовой информации как инструмент для поддержки преступления правоохранительных органов и силовой структуры. при этом не существует никаких действительных способов защитить себя от призвола власти. В 2012 году мой двоюродный брат Умар Али Куватов помнил, что народ нуждается в переменах. В Таджикистане не было ни одной группы, которая могла бы начать демократические изменения в стране. Тогда мы создали движение группа 24. Мы хотели честных демократических выборов, прозрачных независимых судов, страну, где уважается верхомство закона, есть народовластия. Мы хотели вернуть свободу и право на голос. Но создание этой группы далось дорогой ценой. В 2019 году я принял трудные решения покинуть свою страну для того, чтобы продолжаться настоящей гражданской активностью. Мне пригрозили тюремные заключения, если я не передал свой бизнес, взятый президенту Шамсулу Сойбуфу. Угроза тюремных заключения переросли в угрозу смерти. В 2013 году мне занесли в списки российского михлица Интерпола. В марте 2015 году спецслужба Таджикистана убили моего двоюродного брата. И глава группы 24 умерли куват выстрелом в голову на глазах его жених детей. Политический режим продолжается. Проводит кампанию открытую, преследованием моих родственников в Таджикистане. Мой отец погиб в результате допроса и избиения со стороны правоохранительных органов. Моя мама сезон заболела и запасали неудавление, страх. Здоровье и мущество семьи и жизни моих братьев и сестрев оказались под ударом. В 2018 году вместе с другими активистами в изгнании мы основали Народное движение за реформами развития Таджикистана. Основной повесткой нашей движения стала мобилизация граждан перед ВИБРом в 2020 году. 13 февраля 2019 года я с этой повесткой поехал в Россию, где живут и работают около двух миллионов наших граждан. Однако вечером 14 февраля вместе с запланированной встречей и переговорами спецслужба Таджикистана и Россия проводит заранее запланированную операцию по моему похищению. Сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России надели на меня наручник, замотали мою голову скотчем, надели черный пластиковый мишок. Без предъявления обвинения, без оформления протоколов, избив меня, отравив документы, телефон, личные вещи, в обход паспортного контроля меня насильно посадили на самолет коммерческий рейс Москва-Душанбе. На борту самолет я подвергся избиение со стороны сотрудников спецслужбы Таджикистана и сотрудников авиакомпании Сомон Айра, которые помогали спецслужбам. в положении согнутой пополам меня удержали все четыре часа полета. В то время, как позади нас сидели пассажиры в эконом-классе, а по прилету в Таджикистан меня бросали в подвал управления и в виде Таджикистана. Во время ареста в Таджикистане я понял, что мою операцию был одобрен на самом высоком уровне двух стран. 15 февраля в 2019 году Министерство внутренних дел в Таджикистане сделал официальное заявление о моей добровольной возвращении в Таджикистан. Для подтверждения это заявление оперативная команда под руководством трех генералов Комитета национальной безопасности под давлением и угрозой расправы заставляли меня записать ряд постановочных видео, в которых я говорю, что вернулся в Таджикистан добровольно. Они также заставляли сделать такие заявления моей маме и сестре. Это чудо, что я остался жив и вернулся назад благодаря вмешательству мирового сообщества и дипломатического корпуса европейских стран. Я не первый из Таджиков, которые похищают на территории России. Я не буду последним. Есть много другие люди, которые страдали за свою родину и хотели увидеть в ней преобразование. Максуд Ибрухимов, Махмад Рузийский, Андаров, Иисон Одинаев. Много-много другие, которые стали жертвой призвола, жестокости, безнаказанности, коррупции со стороны российских Таджиковых правоохранительных органов. все они сейчас либо находятся в тюрьме в Таджикистане, осужденные на долгие сроки, либо пропали без вести. Путь борьбы за свободу, за равенство, за справедливость, это нелегкий путь, но мы не имеем морального права останавливаться. Даже если путь будет стоить нам жизнь и благополучие, сегодня я хочу, чтобы люди всего мира узнали о террорах и репрессиях режима Рахмона во отношении таджикского народа, его коррупционного правления. Я хочу, чтобы вы открыли свое сердце, обратили свой взор, притянили руку помощи моему народу, который нуждается в свободе и демократии. Мы больше не можем терпеть через жестокость, безнаказанность власти. Я смог здесь сегодня присутствовать только потому, что мировое сообщество выступило против моего насильственного возражения в угнетении таджикса. Я живое доказательство того, что ваш голос имеет сила и к вам прислушаться. Только вместе, только в солидарность, только мирным демократическим механизмом мы сможем добиться преобразования, когда человеческий жизнь и свобода станут главной ценностью для Таджикистана. Спасибо. 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 Спасибо.